Здравствуйте! Прошло две недели и мы продолжаем нашу работу уже по сухому. Две недели достаточно, чтобы работа просохла, особенно если она стоит в сухом и тёплом помещении. Некоторая степень просыхания должна произойти, чтобы в этом сеансе краска не поднималась оттуда. Значит, мы сейчас возьмём баночку, в эту баночку нальём две порции масла ляное. Всё это делаем приблизительно на глаз и лак домарный или лак пихтовый, кто как хочет. Лак не даст маслу быть слишком скользким. Масло не даст лаку быть слишком терпким. Протрем штриховательно. Посмотрите, я постоянно промахиваю кисть для того, чтобы лишнего не налить. Не то, чтобы от лишнего нельзя избавиться, но, как показала практика, практически все, кому я даю выполнить эту задачу на очных уроках, сразу начинают поливать. Вот так. Нет, поливать не надо. Мало того, вы видите, я захожу как бы сверху, чтобы не по кисти текло, потому что течёт, потому что очень вещество текучее у нас в баночке, и оно, естественно, хочет течь. И руке от этого становится неприятно, а когда художнику не очень приятно в руке держать инструмент, это тоже нехорошо. Смотрим на свет, что получается, насколько мы полностью все места протёрлись. И когда мы протёрли все места, удовлетворились. Обратите внимание, что работа как бы снова засияла. Она снова как будто только что набрана. Теперь тряпкой я чуть-чуть соберу лишнее вещество. Вы видите, я не вытираю, а только слегка присобрал вещество с холста. У нас теперь на холсте скользко. От масла с лаком скользко. Возьмём нашу картиночку и продолжим решать задачу. Я, наверное, её для удобства, и, может быть, и вы так же поступаете. Возьму вот такой скотч малярный и пристрою картиночку в место, куда я не планирую часто заходить. Вот сюда. То есть, собственно, мне здесь совсем чуть-чуть надо тронуть. Можно начать с малых деталей прорисовку. Можно начать с крупных. Ну вот чего-то мне хочется начать с крупных. Я сейчас взял краплак розовый прочный, который у нас был внизу, наполнен внизу этим краплаком. И обратите внимание, что по мере того, как я вот этот слой прозрачный кладу, вся поверхность красного становится только красным. После первого сеанса её краснота была... Красноте было подмешано, вы помните, и синий, и коричневый. А сейчас я буквально вынуждаю и в тенях, и на светах стать красным этому пятну. То есть, все черноты краснят теперь. Вот такая нехитрая задача. Тем не менее, красное пятно становится настойчиво красным, выразительно красным. Оно теперь иное, чем остальные пятна. Даже теневым, теневым, чуть подкладываю красноту. Появилась некая цельность, цельность красного пятна. И даже светлые места, от того, что по ним прошлась краснота сверху, они как бы загорелись. Появился как бы двойной слой. Прозрачность появилась. Вот она прямо и есть, видна прозрачность. Вот если можно, ближний план показать, как это стало. И заодно показать, ближним планом показать, как красно стало в тенях. При всем желании дописывать, блюдитесь от перебора. При том, что я пытаюсь повторить все загоголинки, с которыми сталкиваюсь. Ну, без фанатизма, здесь портретное проявление каждой загоголинки не важно. Цвет тень, да. Это, конечно, должно быть обозначено в полную меру, с полной гнятностью. А рисунок загоголинок может быть несколько произвольным. И все, что я в первом сеансе сделал не точно, я просто обыгрываю уже под эту работу. А не пытаюсь повторить все подробности оттуда. Часто неопытный заносит в теневую только темные, только серые, только коричневые. Напротив, смотрите, какой интересный момент. И у него он там тоже есть. Рыжеватое пятно в теневой дает эффект прозрачности материала. Я думаю, вы сейчас с этим согласитесь. Как будто бы он прозрачен. И сюда тоже эффект прозрачности материала. Вместо серятины, которую обычно хочется подложить, наоборот, в теневую... Не везде, не везде, но кое-где вот такой оранжеватый цветик, который дает эффект ягодки на свет. Посмотрите, даже вот здесь оранжевость, тень с оранжевостью, тоже дает эффект прозрачного. То есть, научаемся этим хитростям живописи. Сейчас хочу обратить ваше внимание, что в некоторых местах перебор масла, многовато его там оказалось, стал подтекать и создавать некоторые канавки. Вот здесь видны канавки. То есть, масло подтекло и создало несколько канавок. То есть, либо я маловато лака налил, либо в конце работы такие вещи чуть-чуть поправляем, чтобы они, ну, сбить эту канавистость. И оставить сушить лучше, конечно, горизонтально, хотя бы до завтрашнего дня. Все это утрясется. Ага, вот еще канавочку создали. И тряпочкой стоило еще более протереть лишнее вещество. То есть, со временем этот опыт появляется, и вы уже чувствуете, в какую меру это произвести. Вот еще одна канавочка. То есть, поубирали их, и все, и нет проблемы. Еще у нас... Значит, вы поняли, что в следующий сеанс вы можете все тоже произвести, но с еще большей уточняемостью. Эта уточняемость может расти и расти. Главное, не пересушить картину. Есть места, которые трогать вообще больше не надо. Ну, на мой взгляд, цветок не надо, какой-нибудь этот лепесток не надо. А какой-нибудь этот, может, еще пописать. Какие-то складочки на переднем плане, может быть, чуть-чуть пописать. Тоненькость этих линий, может быть, еще выявить. Ну, а так, в общем-то, предостаточно. Так, и подпись у нас. Вот, чтобы вещество масла не разжижало и не растворяло в себе тоненький слой краски. Вот мы берем, посмотрите, с разбавителем малую меру красноты, ну, поскольку здесь краснота уместна для подписи, вытер кисть, взял на кончик вот такую маленькую культурную мерку и уже ею совершить подпись. Вот такое что-нибудь. И до следующих встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок